Европейское кафе 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 происходит на постсоветском пространстве, как вот сложным образом эта модернизация продолжается, или возникают контрмодернизационные стратегии. Это тема, которая и меня волнует, и ряд людей в Беларуси волнует, поскольку модернизация — это важно, это связано с демократизацией, с социальными изменениями, которые демократическая часть нашего общества хочет, к которым стремится. А вот эти вот контрмодернизационные стратегии, которые возникают, они, в общем, уводят нас в какую-то другую сторону, да, и почему это происходит, каким образом это происходит, да, чем это вызвано, в чем проявляется. И мы хотели бы обсудить, прежде всего, на примере Украины, но задумка была в том, чтобы провести параллели и с Беларусью, и с Россией, и сделать это нашими общими усилиями. Михаил заинтересован, да, чтобы вы также участвовали в разговоре, рассказывали о Беларуси из нашей перспективы, чтобы мы поделились соображениями. Ну и у нас лекция, потом дискуссия. Сейчас даю Михаилу слово. Добрый вечер. Спасибо, что пришли сегодня. Я очень долго не был в Минске, и сегодня с радостью, даже таким удовольствием прошёлся, прогулялся по городу. За 9 лет очень много изменений, и было видно, как эти изменения связаны и с модернизацией, и поломками демодернизации. Вот городская структура. С одной стороны, что-то возникает именно из кондового, магистрального, модернизационного потока, и тут же обломочки, то есть возникает квартал церковникам принадлежащий, ещё что-то, ещё что-то. И вот так смотришь и понимаешь, что мы приблизительно в одной и той же волне. Белорусы, украинцы, россияне, поляки, венгры. Но если мы сделаем прыжок и вспомним, ну не все, много очень молодых людей, но те, кто помнит 90-е, 91-е, 92-е год, этот прыжок назад, он может напомнить о том, каким большим и прекрасным казалось будущее. Впереди новые попытки модернизации, новые модерные проекты. Национальные, субнациональные, впереди возникали новые возможности. Демократизация, новые общества свободные, политический плюрализм, парламентские культуры, президенты, которым можно доверять и проверять. И в то же время, буквально 20 лет спустя, эти надежды, это обращение в будущее вдруг оказалось забытым. Мало того, мы всё больше и больше черпаем смыслов, символов из прошлого, и видим, как схлопываются пространства публичности, где-то они раньше схлопнулись, где-то они схлопываются в данный момент. Вот эти постсоветские проекты модерна с разным видением будущего привели к похожим демодернизациям. И это не только уже постсоветский феномен, но это уже и посткоммунистический феномен. То, что происходит в Венгрии, в Польше, и вот явно крен пошёл и в Словакию, говорит, что это не только постсоветский феномен. А ведь эти народы прорвались гораздо дальше на пути социальной модернизации. И прежде чем поговорить о демодернизации, несколько слов, собственно, о модернизационной теории, почему мы о ней говорим. В нашем словаре, в словаре наших народов, модернизация, особенно если это говорит политик, ведущий, общественный деятель, это, как правило, связано с техническим улучшением. Вообще, в наших культурах модернизации называют именно использование определенных технологий для каких-то бытовых, технических, инфраструктурных изменений. Вспомните последний большой проект модернизации в России времён президентства Медведева. Та модернизация касалась либо маленьких локусов, создания Сколково. Но это настолько закрытый регион со справедливым судом, как обещали, что вот сюда приезжайте, открывайте бизнес, и здесь суд будет настоящий. То есть не на всю территорию страны распространялось, естественно, этот эксперимент, но попытка хотя бы создать точки роста, вернуть надежду, которой наши народы были планы в начале 90-х. Сама теория модернизации, вера в то, что происходит прогресс в человечестве, он довольно старый. Общая теория модернизации связана с тем, что архаика, традиция, общество, обращённое на прошлое, рассыпается в какой-то момент, сначала в Западной Европе, потом это переходит на Восточную Европу, дальше в Азию и в Северную Америку. Этот разрыв с архаикой, он был связан с некоторыми случайностями. Случайностями, которые архаика не смогла преодолеть. Это обнаружение новых территорий, нового мира, нового света, Колумб. Это попытка Лютера вернуться к первичному христианству, которое вдруг разрушило архаические устои единого христианского мира на Западе. Это создание королевского научного общества, которое вдруг из поколения в поколение продолжалось. Вот прорывы такого типа происходили в античности, в Китае в определенные периоды, но они передавались из поколения в поколение. Они оставались открытием одного поколения и исчезали, уходили. В Западной Европе с архаикой что-то произошло такое, что модерн вдруг пошел дальше. И для наших территорий, вот территории Речи Посполитой и Руси, России, это 17-й век. Недавно вышло интереснейшее исследование по допетровскому модерну в Северной Руси и довольно много исследований посвящено Речи Посполитой и открытию Восточной Европы как новым модернизирующимся объектом. Речь Посполитая сама по себе была интересным объектом, где республика опробовалась, это была своего рода такой эксперимент социальный Кант потом напишет к вечному миру под влиянием падения этой республики, это был ужасный момент для многих политических философов, оказывается республики могут проиграть монархия. И вот именно в 17 веке что-то здесь происходит, вот у нас в Киеве запускается длинный проект, который не умирает Киево-Могилянская Академия. Первый университет православный, который не заканчивается на одном поколении. И здесь, и в Вильнюсе, и в Астраге возникали школы, университеты и до того. Но это было одно поколение, одного спонсора проекта. И вдруг возникает институт. Модерн живет взрывом, запускается модерн революцией, и революция не в марксистском смысле, а скорее в варентовском смысле. Революция как момент создания социального нового института, который продолжает жить дольше, чем одно поколение. И эти институты продолжают и продолжают и продолжают жить. Киево-Могилянская Академия была крайне важна для запуска другого модерного проекта под названием Российская империя. Несколько интеллектуалов из Могилянки, Феофан Прокопович, один из их лидеров, долго и убедительно продает гопсовскую идею Петру. Это здесь своя идеологическая история. И вот эти ранние империи, абсолютные монархии, это определенный этап в модернизации Европы. Затем важный модернизационный этап это 19-й век, когда сначала под влиянием наполеоновской революции юридической, единый свод законов, действующий на определенной территории. После победы над Наполеоном эту технологию забирают и в Российскую империю, и она расходится и по Британской империи. представление о том, что закон един на всей территории определенной политики, это было огромное открытие, важнейшее открытие. Происходит уравнение, возникают новые республиканские и новые имперские проекты. Республики оказались живучей, в республиках модерн движется дальше, но и империи запускают определенные культурные институты, и это очень важно, мы к ним еще вернемся. Затем для нашей части мира очень важен советский проект модерна. Он альтернативен по отношению капитализма. Это попытка реализовать социальный эксперимент, предложенный Марксом Энгельсом, со своими поправками, как вы помните, ленинские поправки, попытки иначе на этот эксперимент посмотреть со стороны Троцкого, потом революция сталинская и мощнейшая антигуманная неэмансипирующая но модернизация. Вот интересно, что как может происходить модерн, в сути которого лежит человеческая эмансипация, человек как индивид, создание все больших и больших пространств для самореализации и в то же время альтернативный модерн, советский модерн, как тоталитарный проект, это место, где для индивида нет места. Эмансипация очень странная. С падением Советского Союза и возникновением 15, а на самом деле гораздо большего количества этих постсоветских модерных проектов, была надежда, что советское наследие будет преодолено и у каждого народа свой путь в будущее. И в общем-то в 90-е годы были все основания считать, что эти предположения были правильными. Если вы посмотрите на конституционную инженерию, как отцы-основатели постсоветских республик создавали эти политики, то обрывки этих идей мы можем прочитать в риторике и в идеях и в метафорах наших конституций, конституций, написанных в 90-е годы. Очень интересно, как там проговаривается, особенно в начальных статьях, в важнейших частях текстов конституционных. Там говорится из ответственности перед будущим наших народов. Этот элемент будущего был крайне важен. Если мы поднимаем СМИ той поры, пресса, работал в библиотеке Конгресса США, как раз с прессы в 90-е, 91-й год, 92-й год, 93-й год, Киев, Москва, Минск, Вильнюс, Рига. Для Прибалтики сложнее, потому что в какой-то момент модернизационные дебаты переносятся на национальные языки. И я, к сожалению, не говорю ни на эстонском, ни на латвийском. Но вот русскоязычные интересно посмотреть, как русскоязычное население присоединяется к этим проектам республик. Одним словом, эти модерны крайне интересны. В последние 10-15 лет в социологии и философии возникли несколько новых больших гранд-теорий модернизации. Они пересматривают марксистскую традицию, они пересматривают постмарксистскую и либеральную традицию. Два, очень важно отметить две больших теории, теории Вельцеля и Ингельхарта, которые говорят, несмотря ни на что, 20-й век это век настоящей модернизации. Модерность, проявляющаяся в ценностях индивидуальности, самореализации и рациональности, проходит по всему миру. Они создают карту ценностей 20-го века и показывают, как из темного угла иррациональных и коллективистских ценностей все культурные реалы движутся в сторону секуляризации, рационализации, индивидуализации. Не все достигают, а есть японский феномен, есть феномен протестантских больших культур, где достигается самый большой уровень иррациональности и индивидуальности. Есть народы, где индивидуализм так и остается недостижимым, как вот в наших ареалах, но очень высок уровень рациональности. Однако эти же исследования показывают, как происходят некоторые поломки уже в конце 80-х, какие-то странные движения, уменьшающие значимость свободы в некоторых народах. Другую большую теорию выдвинули Даглас Норд, Джон Уоллес и Барри Вайнгаст в своей книге 2009 года «Насилие и социальные порядки». Это русский перевод. Тут группа политических экономов, экономистов предлагает нам взгляд на всю историю человечества в новых терминах. Последние несколько тысяч лет человечество развивается под влиянием создания двух типов режимов или порядков. Порядок открытого доступа к ресурсам и порядок закрытого доступа к ресурсам. Длинный процесс, они ни разу слово модерн не используют, но собственно речь идет о том же. Вдруг возникают такие политические режимы, в которых большинство граждан имеют доступ к большинству ресурсов. В других порядках, порядках закрытого доступа, там граждане уступают под влиянием элит, они получают безопасность, неприменение насилия в обмен на эксклюзивный доступ элит к ресурсам. Прорывы происходят в крайне короткий период, 50-60 лет. Эти экономисты показывают, как в США и в Британии эти прорывы собственно были подготовлены еще в 19 веке. Южная Корея, Япония во второй половине 20 века. Но большинство сегодняшних народов застряли в прыжке и начинают двигаться по циклам. модернизационный прорыв, который ведет к демодернизации. И вот тут мы возвращаемся к нашей теме модерна. Но как она происходит? Эта демодернизация не имеет глобального вида. Где же она тогда берется? Откуда она берется? В каких реалах она происходит? И здесь нам на помощь приходит ныне уже покойный социолог, еще один гениальный социолог нашего времени Швейл Эйзенштадт, который предложил теорию множественных модернов, который говорит, что модернизация не является глобальным процессом. Это всегда процесс многих культурных ареалов, многих обществ. Фактически это один и тот же проект с одной и той же культурной программой, но реализуемой в разных культурах, в разных социумах. и реакция культуры и общества на эту программу бывает разная. Мало того, у нас ситуация еще сложнее, а модерность, как глобальная культурная ситуация, множественна и не сводима к одной модели. Модерность существует как набор разных модернизирующихся проектов, взаимодействующих между собой, отчасти поддерживая, а отчасти разрушая перспективы друг друга. В конкуренции проектов кто-то кого-то может задавить или наоборот подтянуть. Скажем, путинская Россия это довольно мощный проект антимодерна. И их влияние, влияние этого проекта крайне заметно. И это вполне измеримый процесс. Скажем, для нас, для Украины это влияние проявилось например в пакете законов, которые были приняты господином Януковичем и меньшинством в парламенте. Пакет законов, который копировал тот набор законов, который Путин продвигал очень медленно, при полной поддержке СМИ и при безоговорочной поддержке Думы. И очень длительный период, два года. А у нас это происходит один пакет в один день меньшинством. Естественно, вспышка и мирный Майдан переходят в вооруженную и критичную радикальную стадию, о которой вы уже знаете. Итак, модерность сложна не только в пространственном смысле, но и в темпоральном плане. Некоторые модернизационные проекты давно достигли порядка открытого доступа и широкой поддержки ценности самовыражения, а другие снова и снова и снова начинают этот процесс. Вот в общем советском пространстве в 20-е годы модернизационный прорыв был очень интересен. Вот на бытовом уровне, вспомните Зощенко, как он описывает сексуальные практики, практики семьи, практики развода. Это очень интересно. Или в маленьких рассказах Булгакова то же самое, как легко происходит развод. И если взять Бунинские ранние рассказы, Купринские дореволюционные, как принимается это решение, или поздний Достоевский, там Вечный Муж, помните, прекрасная повесть, но как долго принимаются эти вещи, как это сложно. То есть рывок модернизационный в советском модерне был очень интересен. Он используется затем в этой странной практике, демодернизирующей практике Сталина, который приводит к длительной стагнации благодаря тому, что существуют очень мощные тоталитарные институты в постсталинской России, в постсталинском Советском Союзе. И получается так, что наш модернизационный проект в советское время мы пережили без успеха. это попытка врозь пройти новый этап создания режимов или порядков открытого доступа. На данный момент в мире всего существует около 30 стран с режимом открытого доступа и около 100 стран это те, кто реально пытаются и соскальзывают в какие-то циклы. В нашем случае вспомните этот расхожий магический термин, он у историков повторяется у социологов историческая колея. Так куда нам демократия? Мы же все равно попадем куда попадем. И вот эта магия действительно так и происходит. Здесь блестящий российский социолог, один из сооснователей советской социологии, Симон Кордонский, он описывает в книге Россия по местной федерации тот же феномен. Казалось бы, гигантский стресс для политических систем развал Советского Союза. Казалось бы, не должны эти институты пережить развал. Тем не менее, они восстанавливаются и получилось, что распад Советского Союза на самом деле это сознание 15 или большее Советских Союзов. Даже попадая в Эстонию, вы ощущаете, что это просто один из альтернативных вариантов продолжения Советского проекта. А в Приднестровье еще какой-то проект. И вот эти интересные процессы, в которых мы оказались, они связаны с циклом, который можно описать благодаря украинскому опыту. Почему Украина так важна для понимания всего постсоветского общества? Благодаря культурной и социальной фрагментации у нас все процессы гораздо быстрее шли. Мы дважды уже прошли циклы модернизации и демодернизации. Они у нас произошли между 1991 и 2004 годом помаранчевой революции. И затем запустился новый процесс в 2005 году до 2014 и похоже, что мы заходим на новый цикл. Как он происходит? Как правило, это момент революционных преобразований. Это может быть 1991 год, 1992 или 2004 для Украины. Когда существует огромное свержение режима, попытка изменения политической системы и огромные иногда утопические радикальные требования об обновлении в политике и в экономике. Возьмем только два этих сектора, чтобы быть измеримыми политическая демократия и экономические свободы. И какое-то время элиты находятся под влиянием еще не вполне успокоившихся масс, критичных граждан, свободные прессы. Но как долго? Для Украины это приблизительно 18 месяцев до двух лет. А затем начинается процесс олигархизации. Фаза, когда создаются группы с рядом патронов и огромными клиентскими сетями, потому что выживать нужно. Как правило, тут с экономикой проблемы, нужно как-то всем заработать, детям нужно кушать, жены хотят шубку. И в нашем случае происходят вот эти странные события, когда мы соглашаемся либо на определенный цинический, возникает определенный цинизм, то есть утопия уступает место циническому гражданскому духу, возникают зависимые от олигархов СМИ и возникает президент как брокер или диспетчер между разными группами, между разными кланами. Это было в России, это было и в Украине, эту часть украинцы, россияне, молдаване, грузины, кыргызстанцы, казахстанцы прошли вместе. Но затем, как правило, президент использует эту свою уникальную позицию диспетчера для создания своего клана, равноудаление всех олигархов, установление жестких рамок, иногда это при помощи ЮКОСа, иногда это при помощи в Украине объяснения господину Коломойскому, где пределы его влияния, и возникает фаза, которую можно назвать попыткой установления авторитаризма, авторитарного режима. Вот здесь, по крайней мере, этот период можно назвать еще фасадной демократией. У нас есть такие названия, как парламент, президент, местные советы, выборы, то есть институты вполне демократические и современные, но функционируют они совершенно иначе, то есть называя выборы в России выборы в Януковичской Украине тем же словом, что и выборы в Британии или в США, мы делаем большую ошибку. Одним словом называем совершенно разные процессы. По идее, в идеале термин выборы это процесс неконтролируемого изменения элит. В условиях постсоветских фасадных демократий это контролируемый процесс. Через ЦИК, через вбросы, через контроль за комиссиями. Как правило, в мягких вариантах это контроль за подсчетом, в жестких вариантах это контроль за выдвижением кандидатов, контроль по проведению кампании, контроль по тому, кто будет голосовать, кто не будет и кто считает. В этот период действительно есть момент разделения ветвей власти, есть сильное, мощное, критичное гражданское общество. Вот здесь же происходит некое ноу-хау именно постсоветского периода, к которому активно присматривается и Орбан, и мы видим, как это происходит и в современной Польше, когда возникает вертикаль власти. Вертикаль власти классическая, описана политическими учеными, политическими философами, в основном на российских примерах, сейчас мы все больше используем украинские примеры, Казахстан, есть, конечно же, и белорусский опыт, и вот этот вертикаль, который является альтернативой разделению ветвей власти. Вспомним, что это за разделение. Есть законодательные, исполнительные, судебные ветви власти, плюс местные общины с местным самоуправлением. И в конкуренции и в балансе сил между этими ветвями власти республика возможна как эффективная политика и место свободной политической культуры. в нашем случае вертикаль власти означает объединение этих функций. Сначала происходит что? Вот где-то в этот момент возникают так называемые кланы, олигархические кланы или финансово-политические группы, которые делегируют своих представителей в исполнительную власть, в законодательную власть и в судебную власть. И получаются такие матрицы группы, которые уже являются маленькими вертикалями власти. И одна из них побеждает и устанавливает свой контроль. И возникает ситуация, когда от президента до последнего совета есть контроль. Фактически вот в 2010 году господин Янукович отстраивает такую систему. В этой вертикали крайне важен один такой эффект. Формальные институты и неформальные не совпадают. Вот где находится правительство в вертикали власти? Как называется правительство настоящее? То место, где принимаются полиси решения и стратегические. Администрация президента? Совершенно верно. Это администрация президента, а не совет министров, кабинет министров с премьерами и министрами. Критические решения принимаются именно здесь. Это место, куда и кланы будут приходить, и малые группы, и сословия. Здесь принимаются решения. Кабинет министров, этот формальный, серьезный институт, он всего лишь исполняет определенные решения, которые приняты вот здесь или вот здесь. Должен сказать, что Беларусь провинилась перед всем постсоветским пространством. Это ваша вина, я надеюсь, вы чувствуете ее, потому что именно здесь отрабатывалась эта модель. У меня есть, я проводил интервью и с российскими политиками, и с украинскими, я знаю, что президентские администрации, патронажные службы из Москвы, из Киева присылали сюда людей, чтобы изучить опыт в 97-98 годах. Попытки установить президентскую администрацию в Москве вот именно как место принятия решений, как, собственно говоря, Политбюро и ЦК происходили в Москве уже в 92-м году. Кержаков пытался внедрить интуитивно этот проект, но не получалось. Структура была рыхлая, постоянная смена кланов, слишком динамичное общество было. В Беларуси динамика была не такая сильная, мы скорее сконцентрировали структуру власти, быстрее возникла вертикаль, и именно здесь отстроен был идеальный вариант президентской администрации. Ну, естественно, что подчиненные суды, там, басманное правосудие или правосудие Печерское, как мы называем, в Киеве, это феномены повсеместные, они возникают тоже довольно рано, здесь белорусов не обвинишь. Это совместное производство всех наших постсоветских народов. Зависимые местные советы. Здесь у каждого проекта модерного постсоветского был свой путь. Россия прошла определенный путь создания федерации, особенно в начале 90-х. Это был реальный интересный эксперимент все-таки создать федерацию. Было несколько очень интересных, сильных и теоретиков, и практиков, и в Думе, которая была распущена в 93-м году, и даже некоторые из этих депутатов оставались и в переизбранной Думе. Украина шла унитарным путем, только Крым получил статус автономии, и у нас к концу 90-х годов местные советы потеряли всю власть. Собственно говоря, у нас была создана сверхцентрализованная президентская система, но вертикаль была очень шаткой. Кланы все время пытались конкурировать с президентским кланом. У нас горизонтальность отношений была очень сильной. В Беларуси как раз шаткости положения не было, и довольно небольшими усилиями система существовала довольно спорно. Но как показывают расчеты как западных, так и наших исследователей приведу пример профессора Мельвиля из Москвы. Критическая масса ошибок вертикали приводит к тому, что эффективность решений падает, возникает ситуация кризиса, который рано или поздно приводит к новому социальному взрыву. В Украине это происходило уже дважды, как я говорю. Но есть умные авторитаризмы, которые создают очень сильные культурные социальные институты, пускают ресурсы туда и удерживают ситуацию под контролем. Благодаря тому, что в эту вертикаль начинают вписывать церковь, семья, семья. Туда вписывается много институтов из того, что называется приватная сфера. Вот бизнес вдруг оказывается в этих структурах. Гражданский дух заменяется духом подданничества. Вместо среднего класса возникает альтернативный класс, класс бюджетников. Люди, получающие нефтедоллары или еще что-то от редистрибуции, а не от независимых самозанятых например, бизнесмен, мелкий, средний. Крупные бизнесмены легко попадают в зависимость, а вот с мелкими нет таких сильных надежных институтов. Частью вот этой вертикали по контролю скажем за малым бизнесом, за средним бизнесом это постсоветские налоговые администрации. Это крайне интересные институты, там столько креатива, это невероятно себе представить. Украинский пример это потрясающе. У нас налоговую создает геолог Николай Азаров. Кстати, в геологическом обществе у него был свой авторитет, но он попадает в политику, он становится бюрократом и создает институт, который работает приблизительно как нефтедобывающие ресурсодобывающие системы. Для него бизнес это ресурс, люди, которые работают, на них нужно зарабатывать. Вводится план добычи, может быть перевыполнение по налогам, знакомая ситуация, я не знаю, в Беларуси не хуже известная эта часть, но в России то же самое. вот эта ресурсодобывающая она касается и людей, которые зарабатывают. Вот и возникает большое сословие и группа больших сословий бюджетников, каждого касается, каждого сословия свой закон, свое участие в перераспределении, очень тяжело выходить из этих структур, за 25 лет дети приходят на место родителей, классическое сословие, и здесь гениальный Кордонский прекрасно описывает наше общество. И тем не менее поломки возможны. Вот Украина показывает, что реально попытаться смести эти авторитарные структуры. Другая беда, что институты устроены так, что этот цикл возобновляется. Вот мы прошли этот путь, Венгры прошли этот путь приблизительно второй раз досюда. Между 1991 и 2008 это был первый цикл, после 2008 приходит Орбан и начинает отстраивать вот эту структуру. То есть они подошли в этот момент. Олигархов в Венгрии как таковых не было. Там политический класс совершил предательство, причем Орбан это же либерал конца 80-х. Это один из тех, кто совершал демократическую бархатную революцию в Венгрии. В Польше конечно не Валенца совершает эту новую революцию. И первое, что они делают, эти консервативные революции, первое, что они делают, это они уничтожают Конституцию. Для них крайне важно поставить конституционные суды под контроль. Вот у нас, почему я говорю, что мы пошли вот куда-то сюда уже после Евромайдана, потому что наш Конституционный суд, это первый признак, первый индикатор, принимает такие решения, какие угодно нашему президенту. Наш президент еще не авторитарен, он под постоянным прессингом гражданского общества, и у нас возникло еще и не гражданское общество, вооруженное общество, как вы знаете. Он под контролем, но он и концентрирует власть, то есть явно у нас эти противоречия движут нас куда-то сюда. Вот, собственно говоря, демодернизация в политических терминах здесь происходит, но в умных режимах авторитарных демодернизация себя еще проявляет в изменении ценностей, скрепы. я не знаю, насколько у вас СМИ передавали о наших скрепах, львовский пример, где церковь выступила против ЛГБТ-фестиваля, и молодые христиане в балаклавах не позволили ему состояться. Тут явный был, явный политический и такой силовой вариант, и для нас это, для киевлян, для людей либеральной ориентации, это был критически важный показатель того, что происходит в глубинке. Киев пока, опять же, благодаря тому, что у нас слишком разные скрепы, русскоязычные, украиноязычные, несколько церквей, все время мы как-то можем поделиться, и мы можем все-таки конкурировать, и у нас есть больше проблем для создания ценностей демодернизации. Но и у нас они могут произойти. И цинизм, это вот важный момент всякий раз. Цинизм приведет к докадансу, защищать достигнутые свободы вдруг становится некому, и выходит этот президент-спаситель, который потом устанавливает режим с разной деятельностью. Вот явно Польша и Венгрия оказались в этой ситуации, мы немножко еще не доходим до этой ситуации. Россия, Кремль, это, наверное, показательный вариант того, как опасно влияние одной церкви. При этом интересно, что мы говорим о России как традиционно православной стране, но если вы возьмете историю, очерки по истории культуры, российской культуры, так, кажется, называется, у Милюкова есть очень интересная статистика по предвоенной России. Да, половина населения православные, половина духовные христиане и протестанты, и половина, 25% духовные христиане и протестанты, и 25% мусульмане. То есть православие не так велико. В нынешнем мире, когда клерикализм очень часто является антихристианским, а он только лишь является частью идентичности, скорее, заявлением про лояльность, заявлением о поддержке несвободы. И как с этим работать? Это ценности, которые крайне популярны в обществе. Это общество, которое дает заказ на авторитарного правителя и демодернизирующуюся страну. Я, наверное, завершу кейсом, который описал Эткинд, Александр Эткинд, в небольшой статье, но крайне важной. Это Петро Мачо, по-моему, в 2011 или в 2012 году, в неприкосновенном запасе он пишет. Вот как историк, культурный и психоаналитик со своей оптикой, он замечает, что качество элит связано с главным ресурсом, на котором живет общество. Скажем, в Украине ресурс главный это постсоветское население, хорошо образованное и не слишком требующее свободы. Таким населением нужно манипулировать, тут нужны жулики. Самый богатый человек у нас это человек, который начинал с наперстков. Опыт, инстинкт, понимание человека, как вот его на 15 минут надуть? На 16-й убежит. Вот такого рода элиты приходили и у них не было, конечно же, долговременных стратегий. Но в России вот тут Эткин показывает, нужны были элиты с повадками, со стратегиями и инстинктами добыть нефть, провести ее через огромные территории, договориться в чуждых политических культурах о продаже. И это могли сделать только системные, очень закрытые группы людей, КГБ, офицеры КГБ. Именно они и побеждают в России, потому что только они могли реализовать этот политэкономический проект. И вот эти Петро Мачо, Мачо, основанные, живущие за счет петролиума, нефти, эти Петро Мачо и создают миры, где места для женщин, для свобод, для меньшинств нету. Вот эти сверхэксклюзивные общества. Вот, собственно говоря, как выглядят разные типы демодернизации. они есть и в других мирах. Я уже тогда как такую интересную из не нашего мира пример приведу. С 28 февраля по 1 марта сего года у нас была конференция, куда съехались люди, занимающиеся как теоретики и практики, как практические исследователи, позитивистые исследователи разных типов модернизаций. мы собрались и был один великолепный отчет коллеги из ЮАР. На момент распада системы апартеида эта страна существовала в двух измерениях. Архаика в низах, с племенами, даже сам Мандела, как вы помните, имел много жен, он был вождем, царем, корольком, и совершенно модернная протестантская англосаксонская система управления. И вот происходит революция, которая объединяет два этих мира. И в те времена, когда Мандела начинает править и группа белых социалистов присоединяется к развитию общества, была идея, как предшественников Канта в XVIII веке у просветителей, что, естественно, модерн победит Архаику. Однако оказалось, что возникает гибридная демодернизирующая система. Попытка построить местное самоуправление с местными бюджетами, подотчетное местным общинам, провалилась. Местные церкви забирают бюджеты под себя, аргументируя тем, что они традиционные лидеры, а традиции нужно уважать. Вы тут белые приехали и не уважаете наши традиции. И вот возникают новые племенные структуры, которые проникают и в города. То есть, если у вас в городской семье родился мальчик, он должен пройти обряд инициации и знать, к какому племени он принадлежит. А потом, когда он вырастет, этот царек расскажет ему, за кого голосовать. потому что вот эта надстройка модерная, сверхмодерная ЮАР связана теперь коррупционными гибридными связями и сотрудничает. То есть, центральное правительство отказывается от вмешательства в местные племенные дела, тратьте бюджет как хотите, заводите жон столько, сколько нужно, проводите самые ужасные обряды, какие хотите, но когда проходят голосования, вы поддерживаете наших кандидатов. И вот этот процесс уже приблизительно 10-12 лет происходит в ЮАР, и антрополог описывает его именно как один из примеров демодернизации в совершенно другом мире. Вероятно, вызовы перед модерном, вызовы перед человечеством как раз и состоят в том, что архаика пытается вернуться к нам. В страшных антиутопических терминах первое поколение франкфуртцев описывало, как система захватывает жизненные миры, уничтожает культуру. Потом второе поколение Хабермас говорит о том, что система колонизирует жизненный мир, мир, который рождает смыслы нашей жизни, живую ткань культуры. Это и Чернобыль может быть, это и мелиорация, которая уничтожает и сёла, и леса, и водный мир, и wilderness, дикую природу. Но вот этот эффект того, что жизненный мир даёт отпор, он отвечает и колонизирует потом систему, и оказывается, что мы оказываемся в мирах, где такая не совсем жизненный мир, но и не совсем рациональная модернная система. И вот эта диалектика, которая не вписывается в западную социальную философию, для которой невозможно объяснить Хабермосу, как это работает. Колонизация идёт теперь в обратную сторону, это крайне интересный феномен, но и бьющий по нашей с вами жизни, по времени нашей жизни, и возможно предопределяющий жизнь и наших с вами детей и внуков. Спасибо, я на этом закончу. Спасибо большое. Я может на правах модератора задам два вопроса, у меня больше всяких вопросов, но два задам. Один вопрос, я правильно поняла, что в Украине было три цикла? Ну, два цикла зашли на третий. Ага. Есть ли качественное различие в этих циклах, и можем ли мы говорить, что вот сейчас на этом третьем цикле всё-таки более позитивно выглядит всё-таки больше модернизационных предпосылок для модернизации? И второй мой вопрос, какую роль играет глобализация, поскольку кто-то из исследователей ввёл понятие сейчас глобализации авторитаризма в связи с этими Польша... Можно по очереди, я забуду. Хорошо. Первый вопрос был... Ну, вот три цикла различия между ними. Или там два с половиной... Действительно, эти три цикла есть. Вот мы можем применить второй цикл, который Украина полностью прошла между оранжевой революцией до падения режима Януковича. Это приблизительно то, по какому пути пройдут Польша и Венгрия, которые зашли на этот цикл. Но разница есть и оптимистическая, и пессимистическая. В этом цикле в первом, между 1991 и 2004 принимало участие приблизительно 51 миллион человек. А во втором цикле 45 миллионов уже. А в третьем наверное 39 уже. Понимаете, и в третий цикл вывлечена кровь, у нас-то ее не было, как и у белорусов, мы вошли в постсоветский мир бескромно. В отличие от молдаван, грузин, например, россиян. У нас третий процесс связан с войной, с потерей суверенитета и контроля над частью территории. Но при этом радикальность нашего гражданского общества в непозволении этому состояться предательству элит, она и надежду дает. То есть у нас есть как большая надежда, так и огромный риск. И вот этот зазор между риском и надеждой мотивирует многих из нас не опускать руки, не поддаваться цинизму, не поддаваться не поддаваться не впадать в декаданции. Мы уже достигли всего, будем сидеть на крещатике, пить пивком. Нет, не будем. По крайней мере, да, надеюсь. А второй вопрос? Про глобализацию. Какую роль играет в этих процессах глобализации? Мой коллега, старший коллега и один из людей, который развивает теорию демодернизации, профессор Рабкин из Монреальского университета. У него историческая теория, в отличие от того, во что я верю, и в моей гипотезе, которая связана с внутренними причинами демодернизации. Он говорит, что как раз благодаря созданию глобальным структурам есть центры глобальные, которые решают за нас, кому развиваться, а кому нет. Да, как канадец, человек критический, прекрасный эрудит, знающий историю, профессор, настоящий профессор, он изучает опыт влияния США, Вашингтона на разные регионы планеты. И вот как раз в его теории демодернизация Ирана, демодернизация Ирака, демодернизация Афганистана связана с решениями, принятыми Вашингтоне. Я, мы находимся в определенной дискуссии, уважительной дискуссии, но у него есть сильный аргументы. Санкции, ООН это проект США. В какой-то момент Сталин принимает этот проект, он соглашается на тот проект, какой он есть. Но на сегодня явно ООН чаще используется США, чем, скажем, другими игроками, постоянными членами Совместа, например. И этот проект через санкционные определенные инструменты может погрузить надолго большие народы, такой как Иран, древнейшая цивилизация, огромный народ. Но благодаря санкциям они попали в эту ловушку и несколько уже циклов прошли домодернизационных у себя внутри. Попытка была, дважды уже модернизации, которая проваливалась, эти стражи революции, еще одна консервативная революция, которые возвращали в скрепы свои народы. Вот есть глобализация, которая вот таким образом, яркий, сильный, модернизирующий проект, такой как США, играет против некоторых народов. Но есть и примеры глобализации авторитаризмов. Причем не обязательно такой, как кремлевский авторитаризм. Крайне влиятельно на постсоветском пространстве, на африканском пространстве, в Латинской Америке, маленькое город-государство Сингапур. Да, вот вера в то, что отказ от демократии, отказ от свобод может привести к процветанию такому, как есть в Сингапуре, крайне популярна среди элит этих названных пространств политических. И это тоже глобализация авторитаризма. Эти мемуары, зачитываемые до дыр, забываемые в самолетах в бизнес-классе, это очень интересный элемент. Я когда-то разговаривал с социологами из Колумбийского университета, они изучали, какие книги забываются в бизнес-классе по всему миру. Два лидера. Ну, один, вы уже услышали мемуары, а как вы думаете, какая вторая книга? Макерель. Государь. Хорошо, спасибо. Ну что, теперь вопросы, Вадим. Ну, у нас один микрофон. Как там, я не знаю. нет, нет, оставьте. Спасибо за лекцию. Сегодня у нас не звучал термин нелиберальная демократия, хотя, очевидно, он относится примерно к тем же пространствам. Как вы соотносите с демодернизацией? Они друг друга обуславливают, они тут параллельно, они вообще едины? Ну, это, кстати, очень старый спор о демократии. Кант был большим противником демократии. Он выступал за Конституционную Республику, считая, что демократия это власть большинства. Но теория демократии прошла за эти годы, долгий период, и сегодня речь идет о том, что мы вкладываем в эти понятия. Я говорил о фасадной демократии. Мне кажется, в период фасадной демократии в каждом обществе возникает идеология имитации демократических процедур, имитации демократической политики, и в этой риторике возникает суверенная демократия, нелиберальная демократия. Я не говорю, что настоящая демократия это только либеральная демократия, но в либеральную демократию мы вкладываем определенные принципы соотношения большинства меньшинства, честность выборов, подотчетность государства и существование этих республиканского разделения власти. поэтому я считаю, что вот эти идеологемы, они как правило обслуживают моменты предательства элит. И можно собрать огромную коллекцию, потому что в Китае сейчас много обсуждений, как назвать китайскую демократию. Страна ГУЛАГ ищет, как им назвать свою демократию. Или в Иране есть свои попытки рефлексировать над тем, какого типа демократии у них. В ЮАР и в прежние апартеидные времена и в нынешние идет поиск адекватного термина для себя. Если можно уточнить, одно дело это использование термина в рамках фасадной демократии попытки управлять предательства элит, а другое дело это возникновение этих ситуаций, которые зачастую возникают в Венгрии или сейчас в Польше скорее не из-за того, что есть некая элита с устремлением к авторитаризму, которая насильственно захватывает власть, а скорее потому, что уже существующий процесс нелиберальной демократии самую к этой власти привозит. Да, совершенно верно. Это вполне такой циклический, диалектический, самообосновывающий себя процесс, но я не вижу тут противоречия. Я не про противоречия, а скорее про то, как это связано с процессами демодернизации, что из них что порождает. Знаете, я принадлежу к той школе, которая не верит в причины, а взаимообуславливающие факторы. И в данном случае это как раз по-английски driving force, или взаимообуславливающие факторы, которые и развивают. Я очень надеюсь, что у поляков не случится демодернизация. Этот период помутнения, он есть силы, да, есть силы, и у многих из нас, я уверен, что и для белорусов, и для украинцев, Польша долгое время была историей успеха. Я помню, как у меня в Запорожье поляки в 90-м году приезжали на заработки к нам. Ситуация была гораздо хуже. А теперь, когда приезжаешь в Польшу и видишь работающих там украинцев, понимаешь, как далеко и в социальном, и в экономическом, и в политическом плане поляки наши соседи прошли вперед. И вдруг они сдают позиции. Это вот решение по конституционному суду, возникновение проблем со свободой слова, это предательство не только поляков. Это предательство каждого постсоветского, посткоммунистического гражданина. И у поляков огромная ответственность и перед нами, как у белорусов за президентскую администрацию. Хорошо, спасибо. Кто у кого там вопрос? Так, давайте ваш вопрос, а потом Вячеслав. Ну, я тоже хотел бы поблагодарить вообще вас за ваше выступление, особенно организаций. Просто у вас редко вообще в городе бывают такие интересные люди. Спасибо. А вопрос у меня на самом деле два. А можно по одному? Я страшно забывчив. Хорошо, я по очереди. Значит, если я правильно понимаю из ваших публицистических выступлений, вы считаете, что регион Восточной Европы, в отличие от Западной Европы, это регион возрастающей конфликтности? Да, правда. Спасибо, что читаете. В этой связи хотелось бы спросить, по-вашему, Беларусь тоже находится в зоне этой возрастающей конфликтности? И если да, то с кем? Да, спасибо за этот вопрос. Он немножко уходит от нашей темы напрямую, но покасательно он связан. Как раз возрастание авторитаризмов, оно приводит к определенного рода дисбалансам, усиливающейся борьбы за ресурсы и возникает, конечно, ситуация, когда коммуникация международными истощается, дегенерирует. Вот если мы посмотрим статистически, количество людей, которые движутся внутри стран, падает за последние 25 лет, а за границу возникает вот этот класс активно движущийся и огромное население, которое остаётся у себя и не знает других. Возникли, выросли поколения, которые не знают, кто такие россияне и украинцы. А в Украине мои студенты чаще бывают в Польше, Германии или США, чем в России. И вот возникновение, отсутствие коммуникации, горизонтальной коммуникации. Только элиты и не язык коммуницируют. Украинцы, которые эмигрируют на работу в Россию, да, они знают, что такое Россия. И их опыт, когда они привозят этот образ страшного участкового, страшного ППСника, страшного пограничника, он играет на определённую негативную роль. Но есть ещё показатель тех институтов, которые мы создали для решения или предупреждения конфликтов. И опять же, мы видим, что эти институты дегенерировали в нашей части мира. нету ни одного института, в котором мы могли бы решить нынешний кризис по Крыму, кризис по Донбассу, кризис по Южной Осетии и Абхазии. Белорусам есть чего бояться. Прецеденты созданы такие, что для белорусской государственности есть прямые угрозы. И то же самое я вижу, как определенные процессы идут в Казахстане, поиск новых балансирующих влияний. То есть тут и Турция, и турецкий фактор, новый враг России, и китайский фактор возникает. Казахстан балансирует. Для Белоруссии мы видим изменения в политике в сторону Запада, тоже возникают определенные балансы. Это правильные, наверное, здоровые способы сгладить, снизить риски, но эти риски растут. Если мы возьмем за основу статистику количество торговых воин, количество реальных воин, горячих воин, количество аннексий, количество создания непризнанных сначала государств, а потом непризнанных наций, то у нас за 50 лет они выросли, а, скажем, в Западной Европе за 50 лет это все снизилось значительно. Тут ремарка, правильно ли я воспользовался, что Беларусь может ожидать потенциально возникновения каких-то территориальных претензий на этой основе конфронтации. Просто, ну, по сути, в стране, где третья часть территории страны аннексирована ее соседями, включая первую столицу БССР, Смоленск, ну, куда уж на что претендовать? То есть, кто к нам может идти с мячом, грубо говоря, за что? Я думаю, многие лучше ответят на этот вопрос, чем я. Второй вопрос. Второй вопрос, он тоже, как бы, он просто уже не на основе того, что вы сегодня говорили, он на основе просто актуальных событий, происходящих в ней. Можно предположить, что основной движущей силой, может быть, одной из демодернизаций является коррупция. Я так думаю, как вы считаете, Панама-Гейт как-то повлияет на уменьшение уровня коррупции, ну, прежде всего, в Украине, где это, ну, наверное, главный пить вообще страны в процессе модернизации, но в том числе и в Беларуси, что для нас наиболее ценностей. Ну, коррупция, это и есть фактически предательство элит. Но, для меня еще важно, наверное, ведем еще одну структурную, одну модельку, которая объяснит нам и напомнит, что такое коррупция. Итак, в современном, в модерном обществе происходит разделение всех видов интеракций между людьми на две сферы. Сфера приватная и публичная. Приватный, напомню, бизнес, церковь, семья, интимная жизнь и в основе этот горизонт жизненного мира. Здесь это горизонт системы институтов, политических, публичных институтов, партии, суды, все такое прочее, СМИ. И коррупция это, вот здесь есть приватные институты и приватные интересы, здесь есть публичные институты, публичные интересы. Коррупция это использование публичных институтов для приватной цели, обогащения. Инструменты, институты сажают. Итак, помятуя об этом, коррупция она это враг модерна, она порождена модерна, потому что в традиционном эхоическом обществе нет этого деления, и коррупции нет. Там, где мы провели эту границу и требуем уважения и не вмешательства в приватную сферу и прозрачности публичной сферы, и здесь может обсуждаться любой вопрос, а здесь есть неприкасаемые темы, когда это нарушается, это нарушение и угроза любому модерному проекту. И да, коррупция это враг номер один, это предательство элит, которое, тем не менее, очень часто поддерживается своими населениями, потому что коррупция это еще и ответ на сложность и дороговизну интеракции между двумя общественными агентами. и так как с ними быть и послужит ли офшорный послужит ли офшорный скандал уменьшения этой коррупции. В принципе есть надежда и большие политические игроки уже дали сигнал США, в ООН даны сигналы, что наверное будут уменьшать количество существующих офшорных зон. Но вы сами знаете, как тяжело ну хорошо говорят вот в Кипре офшоризация прекращена, но если вы посмотрите на структуру инвестиций в Украину, то главным нашим инвестором является по-прежнему Кипр. И мы прекрасно понимаем, что это украинский инвестор, реинвестирующий через защищенные определенные фонды в страну. Но вот здесь уже философия приходит в картину. Оказывается, что такое офшор, если посмотреть за пределами экономики и политики? Это отказ игрока или из приватного, или в нашем случае публичного сектора быть или разделить судьбу народа. Я считаю, что моя судьба, я президент страны, а я свой пенсионный план подержу где-то там. Вот это символическая пощечина. Это, конечно, крайне болезненный удар для нас, для всех. Мне тяжело это обсуждать за пределами страны, потому что я чувствую позор и стыд за своего президента. Я за него голосовал. И мне тяжело это переживать. В Украине мы тоже по-разному к этому относимся. То, как наши журналисты преподнесли, тоже очень есть тяжелые моменты. Похоже, что журналистское расследование было слишком агрессивным или слишком радикальным. Есть вопросы к журналисту. Но вопросы к журналисту это о стандарте его или ее работы. А вот к лидеру национальному это гораздо более важный вопрос, от которого зависит пройдем этот цикл или вырвемся из него. Удастся ли нам украинцам присоединиться к странам, не обязательно Евросоюз, к странам, которые прорвались в порядок открытого доступа. Пока что я скорее пессимистичен в этом плане. И как раз международная коррупция, она поддерживает наших предающих нас элиты и то, что многие страны запада позволяют оставаться офшором, это означает, что они готовы коррумпировать наши элиты. И российские, белорусские. Спасибо. Вот тут вопрос. Пожалуйста. Мне тяжело опускать планку после того, как по два вопроса. У меня традиционно два вопроса и по порядку. Первый вы отвечаете и второй. первый вопрос. На ваш взгляд, какая та ситуация, которая сейчас происходит в Украине и состояние, в котором находится общество, гражданское общество, состояние, в котором находится власть, состояние, в котором находится вот эта третья вооруженная часть общества. И вот эти разные интересы у каждого из них. На ваш взгляд, может ли прогнозироваться ситуация, которая указывает нам на распад целостности Украины до каких-то частей более жизнеспособных, более жизнеспособных, нежели сейчас Украина в самом целом. Угроза. Простите, пожалуйста, может быть нам свет включить? Как-то темно, и в день очень нормально. Да, угроза есть. Угроза сепаратизма, во-первых, уже реализована. Нам удалось, 14-й год был самым тяжелым, нам удалось это остановить. Причем интересно, как это произошло. Государство было неэффективным. Первые четыре месяца государство не могло адекватно отвечать на тот уровень угроз, который был. Не так давно, около месяца назад, была опубликована стенограмма заседания Совета безопасности в начале марта, где, собственно говоря, лидеры приняли решение не бороться за Крым. Это еще и показывает качество лидеров, ответственность. возникает всегда элит, это, конечно, функциональный термин, но есть метафизическая часть этого, ответственность за судьбу, за выбор. Вот здесь был сделан выбор о сдаче Крыма, это очень тяжелое решение. Я не знаю, как бы я, кажись я там, на том месте, но мне тяжело воспринимать то, что произошло. И вот у нас возникла группа гражданских организаций, которые приняли на себя две монопольных функции государства. Монополия на войну, это батальоны волонтерские, и монополия на поддержание порядка. Самооборона несколько месяцев милиция разбежалась, потому что там вина начальников милицейских была огромна перед людьми, перед гражданами. Они бежали беспорядок в стране, и тогда самооборона берет на себя порядок, поддержание порядка. Постепенно МВД восстанавливается и возвращается на обычный порядок. Создавшиеся чуть ли не до сорока, я вел подсчет, в моей табличке до сорока кто-то называет несколько большее количество батальонов. Они возникали иногда, исчезали, сливались, то есть это было очень динамическое сообщество. до августа, собственно говоря, 2014 года их роль была крайне важна. И затем уже пришло время, когда армия восстановилась и удалось уже как-то поставить предел возможности сепаратистов. Затем был период в шатающихся областях Харьковской, Одесская область, Николаевская, Запорожская, где тоже гражданское общество, гражданские активисты сумели остановить сепаратистские сети. В Днепропетровске, как вы знаете, экономическое сообщество остановило, что одна олигархическая группа предложила пророссийским тетушкам в два раза больше зарплаты. И те стали патриотическими ребятами очень быстро, легко, и Днепропетровский сепаратизм был прекращен. То есть здесь разные агенты, негосударственные, по-разному срабатывали, но олигархи показали себя ответственными гражданами Украины. Интересно, это тоже заслуживает изучения и осмысления. Однако возникшие группы, это уже не гражданские, потому что civil society and civil society, люди с оружием, это уже не гражданское общество, они не очень-то хотели уже отказываться от полученной власти. Часть из них криминализированные оказались в тюрьме. Большая часть из них влились в официальные структуры Национальной Гвардии и Министерства обороны. государство в 2015 показывало, как восстанавливается контролируемость регионов, установлено, начиная с февраля 2015 года продвижение сепаратистов, заморожен конфликт начиная с августа сентября 2015 года, заморожен два-три человека в день все равно гибнет, мы понимаем. И вот казалось бы сейчас на достигнутом замораживании можно начинать усиление наведения порядка в стране, но этого не происходит. Вот внутри у нас возникли так называемые сигаретные республики, днем мы контролируем ситуацию, а ночью нет. Есть Янтарная республика на территории Волыни, очень близка к вам, вполне может быть и к вам перебросится. То есть тоже неуправляемые ситуации в лесах. И вот эти внешний скандал с Панамой, оно отвлекает внимание Киева и возможности Киева наведения порядка. Параллельно у нас идет реформа полиции и милиции и контролируемость сельского региона очень упала. Есть повышение, резкое повышение криминальной опасности. в селах. То есть у нас огромное количество рисков. Но при этом наличие войны, постоянной войны, оно мобилизирует население и есть обратный эффект, который собирает. Поэтому у войны, конечно, огромное негативное значение, но оно позволяет нам удерживать нашу республику и не впадать в декаданс, не переходить вот в эту демодернизируемую сферу. Есть регионы, где все происходит так, как не нужно происходить, но есть все-таки больше шансов восстановить республику и даже я верю, что при мудрой, разумной стратегии, при стратегическом терпении мы даже сможем вернуть ума и сердца крымчан и восточного Донбасса. Спасибо. И второй вопрос. В условиях фасадной демократии с сильной вертикалью какова роль на ваш взгляд организации гражданского общества? Она огромна. Это как раз тот, кто может вернуть республику в действующее положение. Именно поэтому гражданские организации являются объектом номер один в путинской революции. На что фокус им делать? Гражданское образование мне кажется. Это гражданское образование для всех постсоветских стран, в том числе для Украины. Даже постреволюционной нам крайне важны гражданские ценности. Везде тренд позднесоветский в начале 21 века создание клиентских сетей по перераспределению бюджетных средств. Когда половина населения зависит напрямую от бюджета страны и это огромная сила тех, кто голосует как большинство. Они поддерживают вот эти несвободные режимы. Как раз гражданское образование, борьба с подданичеством бюджетников это крайне важно. Ну и экономически. Мы сегодня говорили больше о политических факторах. Экономический кризис уменьшает желание и независимость граждан к свободам. Возникает ценность выживание неизбежно. Социальный капитал падает и тогда гражданская организация тяжело работает. Спасибо. Вот сначала тупый вопрос на последнем ряду. Потом Артем, потом вы. Немножко громче только. Интересная лекция была познавательная. Хотелось бы какой ответ услышать? Все равно плохо слышно. Громче, говорите, пожалуйста. Человек извне, не из Беларуси, а много где было. Хотелось бы чтобы вы дали какую-то оценку беларускому режиму вообще политическому. И вообще стоит ли нам ждать каких-то перемен в ближайшем году? Ну, Это еще глазах можно. Можно я отвечу притчей какой-то такой? Я могу ответить. Я же из Украины, знаете, я с Майдана. Я могу ответить, но я не знаю там безопасность организаторов, все такое, тоже есть какой-то момент. Я скажу так, что ни один диктаторский режим не вечен именно из-за биологического, физиологического фактора. Как там у киевлянина Булгакова, помните, в «Мастере и Маргарите», люди не просто смертны, а внезапно смертны. Это первый фактор. Второй фактор, ну, нужно быть готовым к гражданскому обществу, к качеству гражданского общества и гражданский дух, это крайне важно, потому что стоимость, цена для общества смены авторитарного режима крайне высокая. Уход Путина для России, вот я не буду о Беларуси, уход Путина для России будет огромным, стоить невероятно. Возможно, потери многих территорий в том числе. это всегда очень нестабильный момент. Стабильность во время правления и нестабильность при смене. Нет никакой гарантии при том качестве гражданского общества, который в России существует теперь, после путинской революции 12-13 года. Вот они готовят, эта революция подготовила упадок гражданского общества, упадок гражданского духа, который проявился в том числе и в этих пропагандистских машинах и 82% поддержки сегодня Владимира Владимировича. И возможно, что следующий лидер будет немногим лучше. То есть преемник будет не лучше, но цена все равно будет заплачена огромная, даже если он сразу перехватит бразды правления. Потому что сегодня федерация уничтожена. Только личные отношения, авторитаризм уничтожает институты, фасады. Поэтому правитель Чечни лично подотчетен президенту, а убираем президенту эту личность, что держит Чечню в составе. А то, что происходит в Башкортостане или в Татарстане, там свои процессы. И нет никаких гарантий, что в уничтоженной институтализованной федерации при смене режима, при смене правителя не произойдет вот эти поломки и потери территории. «Скортостане». Я думаю, я ответил. Артем. Можно поблагодарить вас за лекцию. Вопрос такой. Я был последний раз так, чтобы долго в Киеве, наверное, сразу после революции летом. Какой из? Последний. Крайний будем говорить. Крайний. И тогда было такое настроение отчасти подъема, отчасти упадка, потому что была горячая война, еще шла, вернее, начиналась, по сути, на востоке Украины. Крым только что был аннексирован. И вот я много общался с таксистами, и у них у всех проскакивали такие интересные ноты. Простые люди, они говорили, что, ну так, конечно, Майдан, молодцы ребята, выстояли, Янукович нам всем надоел, в России разочаровался тоже, а вот вы из Беларуси, ну вот нам бы батьку. И, вы знаете, что мне тогда подумалось, что если тогда, получается, полтора года назад, что если новый проект модернизации украинской развалится, не получится, то украинцы могут на новых свободных выборах просто прийти и проголосовать за фарадок. Понимаете? За сильную руководитель. Вы совершенно правы. И вот у меня вопрос, насколько сегодня мои те ощущения актуальны в Украине, по-вашему, уже сегодняшним ощущениям, и может ли, ну просто украинский народ рано или поздно особенно в состоянии, когда там борьба с коррупцией не удается, а Лукашенко пришел в власть именно на той волне, когда там Донбасс в вермушке получается, и про Крым уже можно, наверное, пока подзабыть временно, и когда, ну, элиты, по сути, опять повторяют многие шаги предыдущих элит. Насколько вероятно то, о чем я говорю? Ну, о Крыме и Донбассе мы не забываем. Мы как раз пытаемся создать вот умную, мудрую, асимметричную стратегию, чтобы реинтегрировать эти сообщества. Но это длинный путь. Вы совершенно правы. Сегодня господин Лукашенко является одним из самых популярных политиков в Украине. Я вот сейчас на вскидку не помню, но это точно больше половины Украины. Он бы купил у вас выбор. Но если... Вы не его аналоги, это свободно. Нет, нет. Как раз тут очень важно, понимаете, именно потому, что он не украинский политик, он и пользуется такой популярностью. Как только он становится частью эмпирической данности, может быть, и потеряет. Украинцы, мы горизонтально, понимаете, мы не очень любим этих чуть выше нас. Это и плюс, и минус для политической системы. Но как удаленная фигура, как господар такой, людина, яка вмеет сделать что-то для народа, забезпечить социальные стандарты, так вполне не может быть. Такой популярностью, стабильно, начиная с 2001 года, обладал господин Путин до 2013 года. Эту нишу занял как раз господин президент Беларуси. Но есть еще одна у нас фигура, почти равная популярности, за пределами, правда, города Одессы, Одесской области. Это Саакашвили. Еще один иностранец. Вот этот варяжский эффект, он совершенно интересный и присутствует. Но если бы Саакашвили заявил о своих президентских амбициях, я не уверен, что у него тоже было бы тогда большинство. Именно потому, что он не претендует на политическую власть в Украине и поддерживает молодежь, для которой открывает путь еврооптимистов. Это очень удачная модель. Для нас Саакашвили это большая надежда, потому что вокруг него собрались либералы. В Украине не было либеральной сильной группы, а здесь она возникла. Это огромная заслуга этого человека при всех негативных каких-то возможно элементах, но его участие в украинской политике пока что служит демократизацией, плюрализму политическому и возникновению либерального крыла в украинской политике. Если позволить уточнить, все-таки неудовлетворенность, нерешенность тех проблем, из-за которых произошел Майдан, может ли она привести к тому, что украинское геронтальное общество развернется в сторону запроса на реформ? Да, это произойдет. Если реформы провалятся, то будет выбор в пользу сильной руки. У нас это было в президентской кампании 2009 года. Во второй тур, напомню, прошли две сильных руки. Юлия Владимировна и Виктор Федорович. Юлия Владимировна тогда очень жесткой риторикой, она отказалась от всяких мягкостей, либеральных, она ввела очень жесткую. И буквально получается, что во втором туре было два сильных руки с разными стилями. Выбрали мужчину. В общем, тут маскулинизм или патриархальность сработала в пользу его. Но то, что скорее всего следующий президент будет избираться на ожидании сильной руки, это наиболее вероятное развитие событий. Ваш вопрос, потом будет. В общем, Вы сейчас говорили про наемных прорягов, которые приходят в страну и начинают чем-то управлять. Насколько я знаю, исторически опыт такой был у нас уже давным-давно, еще времена варяги. У меня такой вопрос. Как вообще сейчас влияет на гражданский блок, на процесс демодернизации все-таки привлечения вот таких настранных экспертов? Насколько я знаю, в Украине в общем-то господин Саакашвили это не теничный случай. Да, да, да. Вы знаете, модернизации могут быть разными, мы уже говорили об этом. Один из типов модернизации это вестернизация. Вот непоследовательная вестернизация происходила в Грузии. Вестернизация экономики, определенного уровня юстиции и диктатура в политике. После 2006 года вообще демократии в Саакашвилианской Грузии говорить нельзя. Над либералами, над демократами пытки без суда и следствия в тюрьмах сидят, подавление свободы слова, помните, Рустави захватили, да. То есть есть такая непоследовательная вестернизация. В нашем случае мы пытаемся сделать последовательную вестернизацию при помощи вот таких агентов изменения, которые с одной стороны знают, что такое Запад и с другой стороны знают, что такое Восток. Вот литовцы, грузины, они несут, вот они как мостики выступали. Сейчас возможно у нас в правительстве появится человек из Словакии, успешный премьер-министр, он не хочет отказываться от своего гражданства, гордый Словак, но мы очень хотим, чтобы он был нашим министром экономики. Но мне кажется, это все пока не очень серьезно, потому что да, эти люди приходят, они вне кланов, но эффективность вот за прошлый год, у нас есть опыт 14 месяцев работы таких людей показывают, что они не могут сломать хребет кланам. Кланы страшно сильны. Когда-то даже всесильный Янукович не мог им сломать хребет на простом уровне. Например, казалось бы, в 12-м году он контролировал уже все суды, а потом возникает ряд судебных решений, которые противоречат воле президента. Пытаются понять, почему, оказывается, в низовом уровне были дети, а в Верховном суде родители. И для родителей важнее поддержать решение своих детей, раз они уже осемейнили судебную ветвь. В Верховном дедушке? Ну, или в прокуратуре несколько поколений, в партиях несколько поколений. Вы понимаете, вот смесь приватного с публичным, как вот она произошла, в других странах это тоже есть, но возвращаясь к варягам, пока что наш опыт варягов крайне неуспешен. Они не смогли, у них не хватает чего-то сверхсильного, чтобы сломать хребет кланов. Кланы закрыты, коллективны, круговая порука, не подаются. Я не знаю, ну, у меня нету хорошего рецепта, да, знал бы, я бы, наверное, поделился уже с нашими, но это честная, дерзкая попытка, вот, это попытка, и шансы все еще есть. Поиск каких-то инструментов, которые могут быть востоять. Политическая креативность. Окей, вот тут сначала вопрос, потом ваш, пожалуйста. Вопрос такой, выгодно ли Европе дальнейшая дестабилизация бывшего постсоветского лагеря по типу Украины, распад и так далее, вот, и не проще ли Западу иметь дело с одним хозяином каким-то, чем с неуправляемым, так сказать, хаосом, анархией, там, и так далее, с потоком людей по типу сирийского, который хлынет значит, опять же, и с экономическим коллапсом общем мировым, потому что это громадная система. Вот это вопрос. Мне приходилось общаться с лидерами Евросоюза, и бюрократами, и политиками, и они крайне беспокоены тем, что происходит здесь. Да, хаос, который распространяется из Кремля, поддерживаются диверсионные группы, развитие диверсионных сетей происходит, во всех республиках между Москвой и Брюсселем. Попытки поддержания консервативной Европы у нас на Западе, то есть у нас в Италии существуют целые сети, финансируемые Газпромом, да, слава Богу, нефть подешевела, и Газпром больше не может содержать слишком много правых. Но гранты они по-прежнему получают, вот сегодня в Минске, вы знаете, есть несколько газпромовских грантополучателей, съехались неонацисты в Минск, и есть старые левые, которые принадлежат старым сетям ГБшным, и тоже они вполне поддерживают. Так что хаос и в самой Европе, и в Восточной Европе, он является сильным аргументом для Кремля. Для самой Европы сейчас выбор такой, либо вообще отгородиться от этой части мира, и убивайтесь как хотите друг друга, или поддержать точки роста, вот поддержка точек роста в Украине, в Беларуси, в Эстонии, в Литве, это крайне важный элемент. Для нас остается, еще раз вернусь к польскому опыту, польский опыт необратимых реформ крайне важен. Да, никто не хочет войны на границах, никто не хочет новой волны мигрантов, но сам Брюссель не является большой большим политическим, геополитическим или военным игроком. Нету единой системы безопасности в Европе, нету единой системы контрпропаганды в Европе, они только возникают. Европа, Европейский Союз, это набор институтов, который вырастает на каждом из кризисов. Это очень умная попытка создания таких институтов, которые потом на будущее не позволяют повториться этому кризису. Они перестали воевать французы с немцами, возникли сверхсвязи благодаря исчезновению границ. Но теперь мы видим, как и обратный процесс идет. Вот если за прошлый год сколько новых стен было построено. в той презентации, которую я сначала готовил, один из кадров был, это вот Европа, где есть нарисована разрушенная берлинская стена и масса маленьких стеночек между народами, которые в прошлом году повозникали. Брюссель борется с этим, Брюссель в поиске, Страсбург, Совет Европы в поиске. Как раз вспоминали о моей статье о том, как возрастает конфликтность Восточной Европы, это связано с тем, что мы должны использовать опыт Западной Европы и строить институты, которые не позволят больше войнам возникать у нас. Ни экономическим, ни милитарным, кровавым. Этот опыт, я не знаю с чего начать. Тут нужно говорить как раз в междисциплинарном сообществе с людьми, специалистами в вопросах безопасности, дипломатами, но мы должны создать в Восточной Европе резерв, такой институциональный резерв, который не позволит больше войнам и огромным количеством беженцев гуманитарным катастрофам повторяться. Очень важно, и тут мы в Украине благодарны вам, белорусам, за минский процесс. То, что здесь происходит, это очень важно. Возможно, здесь рождаются и кадры, и институты, которые в будущем станут тем инструментом предотвращения. Это очень тяжелый процесс, крайне тяжелый процесс. Кремль, как сверхсила и все еще обладающий излишним ресурсом, неоправданный излишним ресурсом, но он давлеет. Но тем не менее и у белорусов возникают посредники и дипломаты, у нас возникает новое поколение дипломатов, посредников. В России учатся говорить с другими странными республиками, не только с позиции силы. Здесь куется будущее, у вас на этой территории куется будущее, в том числе и всего нашего региона. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Я бы хотел спросить у вас по поводу чем именно пропаганда. В частности, в общем-то, далеко не глупо людей, которые защищают Кремль. У вас есть Евгений Киселев, есть в Москве Эхо Москвы. И вопрос такой, насколько они искренне, на ваш взгляд, и самое главное, повеят им люди. Допустим, то, что касается демодернизации. Уточню. Да, да. Ну, ведь модель-то, в общем-то, западная, может быть, она не очень подходит постсоветскому пространству. Спасибо. Ну, тут очень простой вопрос. У нас и на постсоветском пространстве, скажем, имперский опыт, опыт Российской империи показывает, что у нас были прекрасные сильные институты демократические. Революция 61-го года, когда граждане становятся свободными, земское управление, земское самоуправление, судебная реформа, создание парламента, это огромные важные институты, которые здесь были. в империи существовало два процесса. Мы все знаем про Третий Рим, правда? Это очень интересный продукт пропаганды середины, там, между 37-м и 47-м годами 19-го века. Но знаете ли вы о Москве в Втором Израиле? Это другая очень важная пропагандистская составляющая 15-го, 16-го веков, легитимирующая идея для объединения вокруг Москвы. Потому что Москва, почему Второй Израиль? Потому что Москва взяла на себя роль центра, который выкупал захваченных русичей намадами. Прекрасно описано в западной литературе, но когда пытаешься показать, что кроме Третьего Рима была идея свободы, в том числе даже в Московской Руси, в до Ивана Четвертого Руси, Василий Темный. Идеи свободы нам также, такие же наши, как и Запада. А казаческая культура, большая территория России, большая территория Украины были землями со свободными людьми, самоуправляющимися людьми. Главное перебить этот идеологический тренд, который распространяется госорганами. Да, у нас есть свой позитивный и негативный опыт, со свободами и с антисвободами. Нам, вот, я не сторонник вестернизации, я сторонник политической креативности здесь, находить здесь, как обустраивать наши парламенты, как обустраивать и не допускать президентов. Я считаю, что главный источник в постсоветских политических системах, источник авторитарных тенденций, это позднесоветский институт президента. Вот, может быть, парламентские системы в постсоветские, они тоже разные. Есть эстонский более-менее успешный опыт, есть молдовский не самый успешный опыт. Но вот почему важно помнить, что мы всегда можем все начать сначала. Нету магии колеи. Мы можем продумать, мы обладаем достаточным разумом, любовью к свободе, уважению друг к другу, для того, чтобы запустить процессы, не допущение войн больше в нашем регионе и создание ответственных республик. Вы говорите за элиты, а я еще хотел уточнить, пойдет ли народ? за элитами, которые предлагают свободу. Последний вопрос. Знал бы. Я думаю, у нас просто могут быть только мнения здесь. Пожалуйста, у вас вопрос. Здравствуйте. Добрый день. На ваш взгляд результаты референдума в Нидерландах, насколько они показательны и что, собственно, привело к таким результатам? Как сами голландцы и голландские социологи и аналитики говорят, что этот референдум был не об Украине, а об отношении голландцев сейчас к кризису евросоюзовских структур. Будь я голландцем, я не знаю, стал бы я голосовать за. Мало ли, что там с этого востока придет. Потому что опыт голландца с восточными европейцами, украинцами, белорусами, русскими, в основном на красных фонарях или наемных рабочих. Ну, факт. Когда мы показываем, что Украина это европейское государство с учеными, с художниками, с прекрасными певцами, это меняет несколько значений. но опыт повседневности иной, и перебить его так просто не получается. И поэтому, когда говоришь с голландцами, которые голосовали против, или готовились, я говорил до того, они говорят, да, я поддерживаю, особенно помаранчевую республику, вы пользовались нашим цветом национальным, мы вас любим, но мы не хотим, чтобы ЕС увеличивался. Я говорю, да вроде и не об увеличении ЕС речь-то идет. не-не, у нас поляков достаточно в ЕС. И здесь нету рационального аргумента, это эмоции, это эмоции, связанные с кризисом внутри Европы, а жертвой его можем стать мы. Я все еще надеюсь, и скорее всего так и случится, что будет найден компромисс. То есть не отреагировать демократическое правительство не может на результаты такого решения, но это будет национальное решение, а на паневропейском уровне, скорее всего, ассоциация останется в силе, возможно, мы пересмотрим какие-то отдельные статьи. Это будет как бы ответом и на решение референдума, и на желание Украины оставаться в глубокой ассоциации с ЕС. Настроение вверх и в западе оно отличается? Настроение простых братьев? Ну, если говорить о Брюсселе, да, Брюссель дает сигналы, ну, по крайней мере, вот эти два дня все лидеры Брюсселя говорили, ребята, мы найдем компромисс, не беспокойтесь, и даже безвизовый режим скорее всего возможен. Безвизовый режим скорее от нас зависит, да, не напортачим ли мы, у себя, чем от них теперь. Последний вопрос предлагаю завершать. Почему так происходит демодернизация? Почему, чем мы отличаемся так от, чем мы восточноевропейцы отличаемся от западных, что вот бегаем по этому кругу? И не только мы пост-СССР, но и Польша, и Англия, и Польша. Физически, да, сразу причину нужно приложить. Я говорил, что я не верю в культурных, в культурных вопросах, социальных вопросах, политических, что есть причины. Причины есть в физической природе. Но я отвечу на этот вопрос. Во-первых, это шлюк книги, уже упоминаемую мною Александра Эткинда. По-моему, она называлась в русском переводе «Внутренняя колонизация». Великолепная книга, которая даёт очень много ответов. расстояние расстояние от Петербурга до села в десяти верстах от Петербурга, где правит Самодур, крепостник, и до Запорожской сече одинаковое. Культурное расстояние. Дело в том, что вот эти модернизированные в то время центры модернизации имперской сосуществовали, как и в ЮАР, вот эта верхушечка в городах, а есть мир, который законсервировался в виде архаик, архаических структур, которые научились сосуществовать. И мне кажется, мы воспроизводим и даже в постсоветском мире сосуществование модернизирующих ячеек с очень архаичными структурами. И они усиливают друг друга взаимной колонизацией, не позволяя ни модерну состояться до конца, ни архаики оставаться такой живой, доброй, тёплой, какой бы она должна была быть. Одним словом, мы живём в сложном мире. Вот эти, вот этот культурный механизм колеи, он есть. Но есть также и наше человеческое достоинство, когда мы можем начинать новый мир своей жизни, наших малых групп или больших групп, вот с ноля, с простого решения, с политического воображения проекта, который будет жить в веках. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ